Стало быть, здравствуйте. Наконец-то Омская областная администрация нашла виноватых в экономической стагнации, негативных происшествиях, скверной репутации нашего региона. Во всем виноваты журналисты. Об этом прямо заявил наш губернатор Виктор Назаров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все-таки интересно, какой дурак подвигает Виктора Назарова выступать вот с такими заявлениями. Цитирую. Они, украинские националисты, выдергивают отдельные негативные факты и выстраивают их на свою пропагандистскую стратегию. К сожалению, некоторые наши СМИ подхватили эти моменты и начали их тиражировать. Это неправильно. Нам нужно любить землю, на которой мы живем. Если есть проблемы, то давайте их вместе обсуждать. Я готов прислушиваться к замечаниям журналистов. Готов вместе искать пути выхода и решения. Это наш глава об украинских националистах, которые показали Омск как отрицательный пример для жителей Донбасса. Так вот, Виктор Иванович, мы с вами не должны ничего обсуждать. Тут нечего обсуждать. Вы наемный менеджер, если угодно завхоз, который обязан исправлять недостатки, на которые мы вам укажем. Не обсуждать вам надо, а немедленно приложить все силы для исправления ситуации. Вот еще один перл от нашего губернатора. Они, журналисты, стараются это все вывалить. При этом не понимая, что таким образом имидж региона идет вниз за счет таких вот негативных вещей. Мы не против того, что надо показывать правду. Но когда говоришь только о том, что все черное и черное, то на уровне общественного сознания, мнения, все становится черным. Здесь надо работать. Виктор Иванович, надо работать. Вы абсолютно правы. И вот наша работа – это постоянно говорить власти о недостатках, просчетах, ошибках. А ваша работа – их исправлять. Мы будем, обещаю вам, говорить о черном – черное. Сколько нас, говорящих вам правду? Да полсотни человек во всех независимых СМИ региона. А вот для того, чтобы говорить о белом, и, как вы выражаетесь, заботиться об имидже, то у вас есть свои СМИ, целый телеканал, газеты с бюджетами в сотни миллионов, целое управление по работе со СМИ и целый первый зам по внутренней политике. Вот они пусть и трубят об успехах, а мы будем говорить о провалах. Продолжу цитировать губернатора Назарова. Сегодня ситуацию качают Эверестом, мусорками. Наш город славится не этим. У нас впереди трехсотлетие. У нас строятся новые знаковые объекты, разрабатываются и осуществляются социальные программы и много всего хорошего. Но некоторые упираются в негатив. В ситуацию раскачивают недружественные силы, которые хотят не только столкнуть Россию с мировым сообществом. Идет попытка дестабилизировать ситуацию внутри страны. Это необходимо четко пресекать и не допускать. Это очень серьезно. Это попытка разделения страны. Виктор Иванович, все-таки кто вам подсказывает такие ответы? Это ваш враг. Представьте себе, каким это образом куча г**а посреди Омска дестабилизирует ситуацию в России. Вы очень высокого мнения об омском вторичном продукте. И что это вы собираетесь пресекать и не допускать? Гопоту в Уересте? Купание в молоке и мусорке? Или правдивую информацию о них? Но, полагаю, в случае с Омской областью даже тотальная цензура не спасет. Нам-то вы рты, может, и заткнете. А вот как вы запретите говорить, например, вашему министру финансов Рите Фоминой? Как вам, господа, высказывание главного регионального финансиста? А вот поступления по налогам на прибыль снизились. Основные причины – снижение прибыли прибыльных организаций и рост убытков убыточных организаций. Знаете, чтобы сделать такой глубокомысленный вывод, не надо быть министром финансов. Это может сделать и любой школьник, даже с задержкой психического развития. Представляете, Виктор Иванович, если эту тираду вашего Минфина услышит вменяемый экономист, да он тут же станет невменяемым. Вот Рита Фомина еще сетует, что у нас снизились поступления в бюджет от НДФЛ, ну, то есть налоги с физических лиц. Так давайте я прямо сейчас объясню Рите Францевне, почему это произошло. Это произошло потому, что в нашей области людям платят очень маленькую заработную плату. Потому что мы нищий регион, в котором практически нет серьезных производств. С высокооплачиваемой работой нам просто не из чего платить вам, Рита Францевна. Ну ладно, на сегодня музей курьезов закрыт. Увидимся через неделю. Не хворайте. И вот еще. Все-таки чертовски любопытно, какой придурок подсказывает Виктору Назарову ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова